Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved и выживать в DLC Aberration. Итак, ребята, тут уже вторая попытка записать этот выпуск, соответственно, в нём я хотел бы в первую очередь приучить себе какого-нибудь хищника. И я уже вышел, начал искать себе хищника, я его даже нашёл, у меня рядом с домом паслось три Реведжера, или как здесь они переведены, давайте посмотрим опустошитель, если не ошибаюсь. Вот там как раз ходит ещё один опустошитель на место, 160 уровня, где-то должна быть 380 самочка. Рядом у нас с вами бегает аберративный Раптор 140-го, и вот здесь у меня сидит компаньон один небольшой, 380-й опустошитель. Соответственно, я уже начал его усыплять, ну просто так получилось, что он за мной сюда побежал и свалился вот в эту дырку. Дырку между моими перекрытиями, которые я здесь установил. Собственно говоря, я его стоял, настреливал, настреливал, а потом игрушка почему-то взяла и вылетела с ошибкой. Ну, такое в Ark Survival бывает, особенно после патчей. Сейчас довольно-таки много уже оглушения, просто оно спало из-за того, что меня выкинуло из игры. Потом, пока я обратно загрузился, пока всё это время прошло, я думаю, что оглушение уже у него начало спадать. Так, секундочку. Стрела сюда. Лук пошёл сюда. Три стрелы пошли сюда. Давай. Давай-ка сразу у него. Раз, два, три, четыре. Попытаемся понастреливать немножечко почаще. О! О! Он уснул. Наконец-то. Наконец-то он уснул. Собираем с вами все ресурсы. Они же падают только рядом со мной или они падают вообще везде? У меня такое ощущение, что они падают. Да, они падают только рядом со мной, потому что здесь ни одного ресурса нету. Они просто точнее спаунятся где-то у меня над головой, скорее всего. Я хотел сейчас взять немножечко наркотиков. Давайте лучше даже, наверное, наркоберри возьмём, потому что наркотики нам с вами пригодятся. Это раз. Во-вторых, нам с вами нужно отремонтировать арбалет. Ремонтировать. Побежали сейчас быстренько к нашему опустошителю. Будем его так называть, как и перевели, так и будем называть. Нет, это просто камень. Вот здесь можно пробраться. Ну-ка, давай посмотрим, насколько у тебя быстро оглушение падает. Ну, я бы не сказал, что оглушение очень быстро падает. Просто его очень много. Почти 12 тысяч. Я понимаю, почему я его не мог усыпить. А приручается он, скорее всего, самым обычным мясом. То есть, если мы сейчас получим у него мясо. 6692. В принципе, он не должен ни одного куска съесть. То есть, мы ничего не испортим. Да, приручение 0%. Я всё понял, хорошо. Положите еду для приручения. Всё, пускай он пока что лежит, голодает. Нам с вами реально сейчас нужно достать где-нибудь немножечко про мясо, чтобы побыстрее его приручить. Арбалет у меня починился. Да, арбалет отремонтировали. Давайте заберём отсюда волокно. Заберём отсюда немножечко соломы. Мне нужен кремний, чтобы делать... Чтобы можно было сделать стрелы. Кремень, кремень... А вот прямо сейчас здесь я его и добуду. Вот отсюда. И ещё соточка того 200. Где-то у меня рядом с домом здесь ходил парацер. Я просто-напросто хочу его быстренько забить. Давай сделаем стрелы. 100 штук, я думаю, хватит. Где-то тут бродил парацер. А вот там вот, во-первых, у нас ходит с вами диплодок. Аберативный 140 уровня. А парацер был где-то там. Скорпиончик. Здесь у нас мёд с вами везде раскидан. Я уже собрал 14... Ну, точнее, я собрал 15 мёда. Но просто там один кусочек испортился. И вот-вот второй, кстати, испортится. Можно будет попытаться сегодня приручить с вами ещё и крота. Или крота-крыса. Или как он здесь правильно называется. Так. Давайте с вами положим арбалет сюда. В него поставим стрелы. Ну, в принципе, я думаю, что диплодок мне вполне подойдёт. Для сбора... Ммм... Про мясо. Главное попадать в него. А он там, походу, застрял, да? Слушай, да. Он там, походу, застрял. Нет. Теперь он выбрался. Ну, всё. Тогда спокойненько настреливаем его. Глядишь. Сейчас, может быть, получится у него довольно-таки много промеса собрать. Отлично. Он согрелся на моей постройке. Вот так и стой. Я тебя пока понастреливаю. Там, правда, рядом ещё опустошители ходят. Но, надеюсь, они его не сожрут, когда мы его с вами забьём. Вот так и стой. Очень далеко. И от раптора, и от тех гадов. Ну, эй, 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 арбалет. Не глючим. Не глючим. Не глючим. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Капельку. Пару выстрелов. Стопэ. Не надо. Не надо. Никуда не уходи. Стой. Да стой же есть. Отлично. Забиваем. В принципе, давайте не будем тормозить. Просто пойдём и соберём с него весь праймит. Даже если я сейчас умру. Есть, живём. Даже если я сейчас умру, то, ну, праймит останется у меня в кармане. Один, три, пять, девять. Отлично. Ну, хорошие рейты позволяют нам сейчас очень быстро собирать. Двадцать девять кусков. Воды попьём. Додохло. Над додошком чуть-чуть попозднее займёмся. Погнали обратно к нашему опустошителю. Сейчас посмотрим, сколько у него там глушения. Так, по голоду просело. Не, вообще, на самом деле, неплохо просело. На двести единиц. Очень так хорошо проседает дальше. Вот тебе первосорточка. Приручаешься ты с одного куска по двадцать два процента. То есть нам нужно тебе скормить пять кусков. Это нужно сейчас будет ещё чуть-чуть, буквально один кусочек подождать. И всё. Так, у меня есть ягоды. Я могу ягоды поесть. Кстати, из чего делается на тебя седло, нужно посмотреть. Давайте глянем. Опустошитель. Седло на него делается из волокна, древесины и кожи. В верстаке. В принципе, у нас с этим никаких проблем возникнуть не должно. По голоду, что ещё двадцать голода. То есть я успею сбегать туда-обратно. Причём вот сюда пройти почему-то так очень сложно. Видите, застреваю. А обратно выхожу замечательно. Так, пойдёмте сюда. Так, мне не хватает там слеганца, грибной древесины. Вот здесь мне её много. Давай перекинем. Ещё раз. Опустошитель. Седло. Готово. Это тоже перекладываем сюда. Наверное, обсидиан пока что с этим сюда пошёл. У нас пять обсидиана. А чё так мало? У меня же было больше. Наверное, вот здесь вот. Да-да-да, вот ещё обсидиан. Отлично. Обсидиан тоже пока что пошёл сюда. Десять обсидиана. Кстати, по идее он уже приручился. Одну секундочку. Да, вы приручили опустошителя. Прямо появилась надпись, когда я только об этом подумал. Так. Сейчас мы с вами его протестируем. Привет, малыш. Я на самом деле тебя услышал. Стоять семь. Пассивность. Это у нас мальчик. Вот тебе седло. По статистикам у тебя что там происходит? У тебя получился 564 уровень. Это у тебя заберём. Вот тебе мясцо немножечко. 7400 здоровья. Очень не кисло. 493 урона. Но это нам ни о чём говорит. Если не ошибаюсь, опустошители... Да, они очень хорошо прыгают. На правой клавише удар лапой. На левом укус. На С. Рык. На Иксе ничего. На Кю ничего. Отлично. Погнали на тебе немножечко покатаемся. Блин, мы такие без рубашки прям. Такой жёсткий мужичина. Так, здесь у нас с собой Дедекуриз. Кстати, мне бы Дедекуриз пригодился. Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спокуха. 140-го Дедекуриз. Он бы мне на самом деле пригодился бы. Я не очень хочу его, честно говоря, забивать. Давайте-ка... А я же могу с тебя стрелять, да? Да, наверное, могу. Да, могу, могу, могу. Отлично. Здесь всё хорошо с этим. Зелёный луч. Но далеко. И где-то под водой. Одну секундочку, ребят. Давайте-ка с вами сейчас сгоняем. Во-первых, сделаем немножечко протухшего мяса. Вот это у тебя заберём. Это у тебя заберём. Да ты просто нам нужно с вами отогнать куда-нибудь в стороночку. Где у меня коробочка? Вот коробка. Закидываем сюда с вами 50% мяса. Забираем. Забираем это. Дальше, смотрите. У нас с вами, в принципе, есть и грибы, и наркобери. Давайте быстренько сейчас с вами сделаем наркотики. Сколько смогу? 100, 200, 300, 340. Пускай крафтится, потому что с наркотиками пока что проблема. Нужно будет заняться сегодня электричеством, если у нас выйдет. Но я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь. Ну, вообще, хоть какой-нибудь свет здесь организовать. Так, дедыкарус, дедыкарус. Как бы мне тебя оградить? Вообще, он как-то так стоит прикольно. Он очень хорошо здесь встал. Если мы его отградим со всех сторон... Сколько у нас сейчас? 7, 9, 14 колонн. Отлично. Я думаю, что мне этого должно хватить. Сейчас главное их так поставить, чтобы к нему никто не мог подобраться. И он тоже никуда не мог убежать. Дальше он у нас там постоит. Немножечко восстановит здоровье, я думаю. Потому что он какой-то подраненный. Нет. Спокойно. Я не хочу ее убивать. Это самочка опустошителя 380 уровня. Хотя, 380, если не ошибаюсь, здесь 600 максимальный. Вообще, честно говоря, можно было бы и убить. А потом уже приручить именно более высокого уровня. Потому что, ну что такое? Зачем нам скрещивать 380? От этого нам никакого прока нету. Давайте-ка мы с ней разберемся, на самом деле. Ну-ка. Отлично. Этого зарканили. А эту грызем. У-у-у-у. Господи, нам нужно прокачивать урон. Нам нужно с вами прокачивать урон. И прокачивать как можно быстрее. Спокуха. Нам нужно отбить ее от стая. Потому что этот укус дурацкий. Он нам сейчас может доставить проблемы. Ничего, 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 ничего. Ничего, сейчас мы тебя отобьем от стая. Подожди, подожди, подожди. Есть? Сюда? Есть, отлично. Потихонечку отходим. Сейчас у нее закончится стайный эффект. И мы по ней будем вносить больше урона. Спокуха. Постой, 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 постой. Сейчас, 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 сейчас. Мы с тобой разберемся. Все, отлично. Как так? Нет. Кровотечение. Кровотечение. Дурацкое кровотечение. Уйди от меня. Нет, я не хочу умирать. Ни в коем случае. Только не умираем. Живем. Фу, блин. Это было очень близко. Я, честно говоря, думал, что мы сейчас отобьем ее от стаи и разберемся. Нет. Стая сама прибежала к ней. Ну ладно, вроде справились. Фу, вроде с этим немножечко справились. Ладно, я понял. Нужно сначала тебя прокачать, а потом уже на таких ребяток нападать. Сейчас мой опустошитель, пускай себе стоит, отличивается. Мне нужно сделать себе серп, потому что у нас очень мало волокна. Для чего мне нужен серп? Потому что я хочу сделать себе полностью металлическую броню. Я уже могу ее делать. Мне не хватает, правда, немножко волокна. С кожи у меня все ок. А вот волокна не хватает. Погнал, немножечко волокна соберу. Надеюсь, что... Надеюсь, что ее рядышком нету. Ну и тем более, все равно ночь делать здесь нечего. А что там у нас происходит с этим дедекурсом? Он живой вообще? Да вроде живой, правда, не двигается абсолютно. Странно очень. Есть волокно собрал. Теперь можно сделать полный комплект брони. Вот, теперь у нас с вами будет более-менее нормальная защита. Также давайте быстренько разберемся, что у нас там есть интересного в модификациях. Смотрите, у нас с вами есть апгрейд стейшн, который позволит нам улучшать наше обмундирование. Но нужна электроника и полимер. Пока что у нас с вами этого нету. Дальше у нас есть столик для создания декоративных всяких элементов. Это мы сейчас тоже с вами в этом выпуске затрагивать не будем. А, секундочку, у нас есть с вами вот такая апгрейд стейшн. То есть это, видимо, она для более простых вещей. То есть вот этот апгрейд стейшн для более продвинутых, а вот это для, типа, мечей, топоров и прочего. Скорее всего, да. Давайте сейчас попытаемся ее сделать. Если не ошибаюсь, она делается... Где она делается-то, кстати? Давайте посмотрим. Может быть здесь? Апгрейд. Да, вот она, апгрейд стейшн. Нам не хватает немножечко металла сырого, кстати. У меня... А, черт, как же здесь темно. У меня хоть что-нибудь есть? Один кусочек. У меня на улице есть металл. Давайте сделаем несколько стоящих факелов из С+. Пускай они у нас здесь светят в доме, потому что у нас здесь с вами очень-очень темно. Меня это немножечко раздражает. Один пошел сюда. А, зажигаем. Он, если не ошибаюсь, горит без топлива. То есть просто вот так вот поставил, зажег. И горит. То есть, в принципе, не сгорает. Все, отлично. У нас с вами появилось освещение. Это хорошо. Один пошел сюда. Зажечь. Давайте сделаем себе все-таки этот апгрейд стейшн. Посмотрим, что она из себя представляет. Апгрейд. Что мне не хватает? Не хватает немножечко древесины. Сейчас все будет. Секунду. У нас с вами древесины навалом. Делаем ее. И следующее, что мы с вами можем сделать, это лечилку для динозавров. Делается из редких грибов и межа берри. А вот единственное, чего у меня как раз нету, это межа берри, если не ошибаюсь, да? Но межа берри должны быть в динозаврах. У меня здесь в Ганадоне и в стега должно быть большое количество межа берри. Ребятки, привет. Ну-ка поделитесь со мной вкусняшками. Вот этими, шикарно. Кстати, как много в тебе гриб? Вау, нужно будет обязательно переложить из него грибы сюда в ступку и пестик. Давайте сейчас быстренько сделаем себе несколько вот этих лечилок. Сколько мы можем? 27 сделать, да? Потому что больше нету редких грибов, наверное. И теперь-то мы сможем отлечивать нашего опустошителя. Только ночью мы никуда не пойдем, потому что здесь очень темно и ни черта не видно все равно. А пойдем с вами с утра. Вау, реально круто. И броня. Ну, сразу видно, что он улучшает броню, мечи, арбалеты. Кстати, да, арбалеты. Вот именно для этого я тебя и крафтил. Где мой арбалет? Вот он у меня здесь сломанный. Давай-ка быстренько тебя отремонтируем. Также мы с тобой возьмем оружие. Вот оно, да? Так, оружие. Стрелковое. И скрафтим еще один арбалет, потому что этот чересчур быстро ломается. Теперь тебя сюда. И... Чук. Попытаться его улучшить. Что мне для этого нужно сделать? Давай-ка мы туда переложим все, что нужно для его крафта. И попытаемся его улучшить. Честно говоря, я не знаю, как эта система работает. Сейчас мы с вами это и проверим. Так. Тебя выбираем. Попытка улучшения удалась. То есть нам нужны конкретные ресурсы. Я понял, это хорошо. Давай-ка еще раз попытаемся. Не вышло. Вышло. Он стал синим. Отлично. Нужно... Пока что все нормально. Пытаемся еще улучшить. Он стал сиреневым. Шикарно. Еще улучшить могу. Он стал легендарным. Вау. Классно, слышите. Это очень круто. Это реально очень круто. То есть таким образом мы сейчас себе можем не только арбалет улучшить. Давай-ка мы снимем с себя всю броню. Мы можем себе также улучшить, попытаться улучшить всю броню. Для этого нужно, правда, побольше отсюда забрать, наверное, кожи, металла. Металл это у меня навалом, на самом деле. У меня еще в том верстаке много металла. Так что с этим никаких проблем нет. Закладываем с вами все сюда. И давайте потихонечку улучшать. И ботиночки. Шикарно. Теперь у нас с вами отличная броня. Можно надевать. В принципе, броня просто суперская. Закидываем сюда кирку топор. И давай их тоже улучшать. Все шикарно. Все работает. Все. Отлично. Это мы все с вами сделали. Мне нужно побольше сейчас соломы. В принципе, солома есть. Волокно у нас с вами есть. Кремень есть. Делаем сейчас как можно больше стрел. Только нужно немножко кремнию все-таки оставить, чтобы было. Делаем секундочку. Сто. И еще, наверное, двадцать пять. Вообще, на самом деле, можно тебя как-нибудь и спровоцировать. А чего бы нет? Ну-ка, давай-ка. Давай за мной. Пошли со мной. Давай, бегом, бегом. Нет, он испугался. Куда ты? Эй. Вот это было не очень сейчас мудрым решением. Ну-ка, не в эту сторону. Давай не в эту сторону. Братюнь. Там всякие хищные твари. Давай-ка мы тебя вот туда куда-нибудь. Лучше в ту сторону тебя перенаправим. Тут у нас всякие хищные твари. Только что здесь опустошитель самочка была где-то с 380. Парацер, ты какого уровня? Пятьсотый. Оу, пятьсотый парацер. Нужно будет обязательно приручить. Во, идеально. Смотри, идеально. Сюда, сюда, сюда. Вау, сюда. Не надо махать хвостом. Не надо. Ха-ха. Шикарно. Просто идеальнейшее место. И спокойненько теперь его усыпляем. Урон по 126. Конечно, многовато, но ничего страшного. Я хотел, честно говоря, сделать еще одну вещь. Я хотел сделать себе лупу. Чтобы можно было смотреть, сколько оглушений у животного. Вообще неплохо мы его с вами так. Он уже свернулся, но еще пока что не уснул. Давай-ка пока что в тебя настреливать так потихонечку. Ну-ка секундочку. Я же как-то запрыгивал сюда. Фу, прикольно получилось. Давай-ка протестирую на тебе вот эту лечилку. Работает? Работает. Работает идеально. Так что можно тебя сейчас отсюда спустить. Будем, если что, кататься на тебе. Секунду, секунду. А мне нужно было вот что. Мне нужно было 15, если не ошибаюсь, обсидиана. Нужны были кристаллы. Давай-ка заберем отсюда обсидиан. Дерево у меня есть. Все остальное у меня есть. Давай сейчас здесь увеличительное. Это называется увеличительное стекло. Что не хватает? Не хватает еще 16 кристаллов и 8 слитков металла. Нам с вами сейчас нужны кристаллы. Кстати, куда самочка делась? Абсолютно непонятно. Ну-ка, какой у меня сейчас урон? 256. Нормально. Давай-давай-давай-давай. Вот тебе подзад. 300 уровня, маленький. Ты мне такой не нужен. Я с тебя как раз получу немножечко опыта и получу себя немножечко хитинчику. Там еще один датикорс. Кстати, какого он уровня? Давайте посмотрим. Но мне, честно говоря, и мой вполне подходит. 80-ый. Нет, этот маловат. Оу. Баранина ходячая. Ну, да ладно. Бог с тобой, живи. К барашкам мы вернемся чуть попозднее. Вот они, нашел кристалл. Отлично. Я же помнил, что их здесь было огромное количество на карте. Тем более самоцветов. Смотрите, сколько обалдеть. Ладно, ничего страшного. Добываем. Раптор. Мой. Мой баран. Ну-па. Неплохо так. 700. Продолжаем добывать. Ладненько. Баранину отнесем домой. Что у нас по уровням? Еще 7 уровней можно прокачать. Тебе будет здоровье. Ну, неплохо так. 20 тысяч вполне. Держи тебе еще одну лечилочку. Пожалуйста. Здесь у нас с вами стыгозаврики. Не, ребятки. Вы идете на мясо и на опыт. Нужно сделать увеличительное стекло. Абсолютно про это забыл. Вот она у нас здесь. Крафтим. Так как дело фазавриков. Убираться и нет. Поэтому мы с вами не можем сделать корм из их яиц. Можем только приручать ягодами всяких вот как раз дедекурусов и анкилозавров. Поэтому смотри. 2148 и 1600 здоровья. То есть если я сейчас тебя буду продолжать настреливать. Куда-нибудь туда в лапку. Ну-ка. 2177. 200. И прибавляется. Да? 2200. И прибавляется. 16. Ну в принципе не так плохо. Я правда не знаю что быстрее произойдет. Мы его усыпим или убьем. Есть. Отлично. Фу. Усыпляем. Все. Шикарно. Так. Теперь нужно сюда притащить ягоды. Интересно. Слушайте. А есть ли у нас есть с вами лечилки. Да? Для животных. Может быть здесь есть какое-то зелье. Которое сбивает голод. Или нет? Пока что честно говоря я такого не встречал. Но возможно такое и есть. Потому что я честно говоря не знаю абсолютно всех модификаций которые здесь установлены. Их здесь реально очень много. 27 штук. Я только некоторые из них знаю. Некоторые я без понятия что делаю. Смотрите. Вот. Это у высокоуровневых лечит. А вот. Тейм. Эксель. При помощи этого можно приручать динозавров быстрее. Солома. Редкие грибы. Протухшее мясо. Наркотики. И стимберри. А также. Секундочку. Но в принципе. Пойдем домой. Так. У нас сейчас перезагружается сервер. Через 5 минут. Так что. Эээ. Продолжим после перезагрузки. Отлично. Есть. Мясо готово. Еще раз. Тейм. Тейм. Эксель. Сколько я могу сделать штук? Могу сделать только одну. Почему? Потому что наркотиков теперь мало. Понял. Отсюда забираем с вами наркоту. Еще раз. Тейм. Эээ. Делаем с вами еще 4 штуки. Во. Это нам пригодится. Чтобы как можно быстрее приручать животных. Я так понимаю. Что это просто нужно положить в инвентарь. А дальше. Положить еду. Ну скорее всего. Так же. Как и седативные наркотики. Ну ладно. Сейчас я ненадолго прервусь. Потому что. Произойдет перезагрузка сервера. И чуть попозднее продолжим. Ну-ка. Секунду. Спишь? Надеюсь что ты еще спишь. Да ты спишь. Все хорошо. У него не так все-таки быстро падает оглушение. А зато голод очень неплохо просел. Давайте все-таки сейчас посмотрим. Что из себя представляет вот этот вот Тейм. Иксель. Приручается он. Или не будем на него тратить. Он приручается по 6%. Что там ко мне такое ползет? А не. Просто мотолек летит. Да не. Наверное все-таки на тебе мы не будем его использовать. Потому что ты и так приручишься без этих ускорялок. Но вот здесь у нас с вами это тот самый процерчик. Да. Это тот самый аберратный 500 уровня процер. Вот его бы я хотел приручить. Потому что на нем я себя буду чувствовать более-менее в безопасности. Я так думаю. У него. Опа. Секунду. Какой уровень? 280 и 60. Я по идее должен справляться. Давайте сейчас быстренько вкачаем урон ближним бою. Я должен справляться по идее. Ну я на это очень сильно надеюсь. Пойдемте проверим. Привет, ребятки. Вы что тут забыли, а? Я типа... Да мы ничего, ничего, ничего. Мы уже уходим. Нет, нормуль. Никуда не пойдете. Это моя территория. Я здесь альфа. Вот этот уже посильнее. Но мы тоже с ним все-таки справляемся. Самое досадное в этом кровотечении то, что мы бежать не можем. И они с каждого укуса его наносят. Так, а я хочу, честно говоря, приручить этого процерчика. У меня маловато. Сейчас чего? Кремня мало. Кремня мало. Мне нужно больше кремня. Ну-ка. Делаем с вами 100 стрел. Можно даже, наверное, побольше заказать. Еще сверху 50. А также сразу делаем траквилизирующие стрелы. В принципе, пока там что-то крафтится, можно уже начинать его настреливать. Трын-ты-тын. Я думаю, что ты меня все равно никаким образом не догонишь. И я тебя смогу спокойненько приручить. Вот именно на нем мы с вами протестируем этот ТМ-ХЛ зелье. Тихо, не надо. Но на самом деле у нас очень много сейчас уже здоровья у нашего опустошителя. Так что он ничего со мной сделать не сможет. А вот я тебя сегодня приручу. Пошли ко мне домой. Пойдем, я тебя прямо отведу к своему дому. Если у меня получится. Пойдем, 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 пойдем. Мне нужно загнать тебя вот сюда на рампу каким-нибудь макаром. Я надеюсь, что у меня это получится. Каменные стрелы доделываются. Тихо, тихо, тихо. Поднимаемся. Пошли сюда. Хорош, хорош, давай за мной. Давай за мной. Ну-ка. Идешь? Я тут, давай, перешагивай. Там, правда, ДД Круз тебе мешает, но ничего страшного. Хотя, с другой стороны, это вообще идеально. Так он сейчас может развернуться и попытаться убежать от нас. Ладно, давай настреливать. Тридцать девять шестьсот, семьсот. Окей. Все, уснул. Причем уснул как-то странно. Видите, еще не до конца набралось. Ну, во всяком случае, здесь отображение такое. А он уже уснул. Так, секундочку. У нас с вами еще ягоды есть? Да, есть. Я все-таки хотел проверить вот эту вот штукенцию. Что она из себя представляет? Я так понимаю, что ее нужно прожать. Да, она убивает просто еду. Она просто убирает еду в ноль. И у нас с вами пошло приручение. Где бы мне его посмотреть? Че? Не, приручение не пошло. Как странно. Обычные процеры едят межабери. Эти че кушают? Может быть у нас... Ну, есть такие грибы, есть такие грибы. Ну, пошли их положим. Может быть он их кушает. А может быть просто за глюк и нужно немножечко подождать. Смотри, там урон пошел. Там пошел урон. Это что такое за урон? Мне не нравится этот урон там. Кто кому там урон наносит? Ну-ка. Хорошо, ДДК расприручился. И с кем сражаешься? А, я понял, с Раптором. Он собрал здесь вокруг себя все, что было. И стал драться с этим Раптором. Ну, кстати, он приручился. Это хорошо. Ну, я вижу, ты... Я вижу, что ты тут все раскопал. Так, эээ... Стоять всем. Кстати. Он тут все решил раскопать. Молодец. Вот тебе зелье. Давай тебя подлечим. Две тысячи камня. Уже. Это хорошо. Так, слушай, мне нужно вернуться туда быстренько. Сейчас к пароцирую. Я потом тебя отсюда заберу. А, нет, пошло приручение. Я же говорю, что, ну, как-то странно. Ну, должно же приручаться. Видимо, просто то ли лак, то ли глюк какой-то был. Приручается он по 0,9%. Эффективность 99,8. То есть получится очень неплохой такой. Примерно с 740 уровня. Ну, или что-то типа того, да? Да нам, в принципе, самый-самый топовый и не нужен. А может быть здесь 500-ый максимальный? Я, честно говоря, не видел 600-ых. Не знаю, какой максимальный уровень. Нужно будет спросить у панды. Ну, этот приручается. Приручается неплохо. Еды у него, в принципе... Да, у него голода очень много. Этого количества у межаберри ему должно хватить. Давайте сейчас быстренько сделаем седло на Деду Курасу и перетащим его домой. Мы с вами потихонечку обрастаем животными. Так, седла. Так, мы так ни черта не найдем. Де. Вот здесь, вот он он. Мне не хватает 15 буквально камней. Делаем на него седло. А это чье седло? А, диадон. Ясненько, диадон нам сейчас точно не нужен. Нужно будет обязательно себе сделать грядки. За мной никто не следует. Это там приручается, все хорошо. Нужно будет обязательно сделать грядки и поворачивать овощи. Потому что овощей абсолютно нету. Овощи нам с вами нужны. Так, и сейчас здесь мы поднимем вот эти все колонны. Потому что им тоже здесь не место. Чук-чук. Давай-ка их переложим в тебя. Где они у меня? Вот здесь. Здесь. О, да, они весят огромное количество. Я думаю, почему у меня такой перегруз постоянно? Так, это тебе пошло. У тебя можно прокачать немножечко сразу носимый вес. И, естественно, скорость передвижения. Это самое основное, что мы тебе будем прокачивать. И. Тихо. Вот это убираем. И давай немножечко с тобой камней пособираем. Сейчас заодно тебе опыт прокачаем. 812 камней. Ууу. Сейчас я, блин, начну строиться вовсю. А, ребят, секундочку. Нам нужен с вами крот, чтобы добывать себе дерево. Ни черта я сейчас не построю. То есть, ну, либо мне придется бегать руками собирать, что на самом деле мне очень лениво делать. Потому что я жуткий лентяй. И именно для этого созданы все эти динозавры. Чтобы они нам упрощали жизнь Марк Сурвайвл. Иначе от какой от них смысл? Так, мы с вами его, скорее всего, еще немножечко раскачали. Давайте сразу все остальное положим в скорость передвижения. Неплохо. 236 процентов. Тихо, хорош радоваться. Есть. Во! Вот это скорость. Вот это я понимаю. И не только скорость добычи. И не только скорость передвижения, но и скорость добычи. Это мне реально нравится. Мы с тобой уже собрали сколько? Мы с тобой собрали 10-12 тысяч камней. Мне этого, в принципе, на первое время хватит. Давай тебя оттащим домой. Парацер приручился. Стоять всем. Отлично. Сейчас мы и на тебя седло сделаем. Сейчас мы и тобой займемся. Сейчас, секундочку. Я только здесь камушки немножко дособеру. И я к тебе вернусь. Но вообще-то желательно сделать на него платформу. Но на платформу у нас не хватает цементной пасты. На цементную пасту нам нужен хитин-кератин. Кстати, он у нас должен быть. Секунду. Он у нас с вами должен быть. Вот у нас с вами 122 хитина. Че так мало? Я сейчас не понял. Где еще хитин? У тебя 1100 хитина. Хорошо. Вот это уже гораздо лучше. Нет, секундочку. Где-то еще в животных было. Где-то еще в животных, я кажется, оставлял хитин. Стега. Стега, стега, стега. Еще 500 хитина. Отлично. Я же помню, что я выкладывал. Вот. Теперь нам с вами пригодился не только хитин-кератин, но и те камни, которые мы с вами только что собрали. Это пошло сюда. Это сюда. Теперь цементная паста. Сделаем с вами ровно 25. Больше нам не нужно. Так, получается, у нас теперь все с вами есть. Давайте еще раз парацерий. Седло платформы на него. Шикарно. Сейчас у нас с вами получится отличное средство передвижения. Мини такой ходящий шкаф. А на платформу можно будет поставить все, что угодно. Так, парацерчик. Вот тебе платформа. И вот здесь у нас с вами аберративный ДТ-курус 360. Ну, ты мне вообще не нужен. Ты мне не нужен, честное слово. Ну-ка. Выбираемся отсюда. Только мне удариться. Слушайте, на самом деле, после модифицированных динозавров это так непривычно. Он кажется таким маленьким. Просто жесть. У тебя носимый вес 2635. 22 тысячи здоровья. Выносливость, в принципе, нормальная. Вес повышается очень неплохо. Давай до 3000. Потому что... Сейчас мы на тебе начнем все подряд собирать. Во, вот это я понимаю. Просто стыгозавр и... Игунадончик, ну, какие-то они медленные. Какие-то они очень медленные. А вот тут мы с вами, опять же, собираем и древесину, и солому. Нет, ну, безусловно, древесину гораздо лучше собирать на кроте. Но крота нужно найти. Секунду. Как у тебя прокачивается здоровье? Вау! Как оно у тебя... Вау! На, пожалуйста. Вот тебе 50 тысяч здоровья. Вот тебе сразу туда же лечилка. У нас начинается ночь. Это не очень хорошо. И скорость передвижения. По 1%. Ну, давай хотя бы 110 тебе вкачаем. Остальное положим вот сюда. Вес. Пошли еще немножко соберем. Ну вот, 660 урона. Чуть-чуть буквально вложился. И у нас 660 урона с удара. Вот это да. Нужно обязательно приручать себе будет крота. Но будем делать это с вами уже в следующем выпуске. А на этом этот выпуск давайте завершать. Мы сегодня и так очень много всего сделали. В следующем выпуске также немножечко начнем строить себе базу. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, я вижу вас в следующем выпуске. Продолжение следует...